Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами томбик. Я впервые вообще вижу такой гамбургер. Вот так вот он выглядит. Здесь мясо куриное, овощи. Пахнет просто обалденно. Чем-то напоминает, кстати, донер. Еще у нас здесь салат столичный, или как он правильно сейчас называется, оливье. Но в нашем детстве почему-то мы всегда называли его столичным. Один раз я заказывала этот салат, и у меня пришел такой прокиши. Сейчас такой свеженький, свежие огурчики, здесь зелень, майонез. Даже не майонез, мне кажется, это сметана. Вы посмотрите на это. Причем порция достаточно большая. Уже доставщик привык к тому, где я живу. И они у меня сразу... А, это ты! Привет! Как же вкусно! Я просто не могу оторваться, господи. Еще здесь кола в стеклянной упаковке. Говорят, что так, типа, полезнее пить колу. Если честно, вот я начала пить колу именно в тот период, когда я начала снимать мукбанки. До этого такой вот зависимости от колы и вообще от газированных напитков у меня не было. я спокойно могла пить воду с лимоном и быть счастлива. Но сейчас, когда я кушаю шаурму или пиццу, мне прям хочется колу. Даже у нас были однокрупники. Мы когда сидели в столовой, у нас такой крутой буфет был. круче любого ресторана. Ну, в общем, мы сидели и все заказывали себе колу, элефанту, какие-то газированные напитки. Я всегда брала чай. А сейчас я просто кайфую. сегодня день был максимально продуктивный. Мы пошли с моей подругой Шелли покупать ей телефон. У нее реально уже телефон был очень-очень старый. он такой человек. Она настолько аккуратно пользуется телефоном. Ее телефону 4 кода. Но он выглядит как новый. Не царапина. И вообще, я вам так скажу, Шелли, она минималист. Она не любит покупать всякий хлам, который ей не нужен. Я, например, могу купить 7-8 румян и быть счастливой. Вау, у меня столько косметики. Она не понимает, в чем кайф. Вот что я ловлю от этого. Она купит, например, одни румяны какие-то дорогие и будет ими пользоваться год-два. Я, честно, когда вижу таких людей, я немножко завидую белой завистью, потому что я так не могу. Но с этого месяца, вот март, на дворе с 1 марта, я вам говорила, что я записываю, сколько я трачу денег. Вот до копейки. Я хочу свести свои расходы на минимум. Не знаю, получится или нет, но что-то я многовато трачу и непонятно куда. В конце месяца я просто думаю, куда это все ушло. Знаете, какие-то мелкие покупки, которые вроде есть, вроде не надо, но просто типа скидка. Вообще скидки играют со мной очень злую шутку. Как только где-то скидки, Айка теряет голову. Ну, в общем, мы пошли с ней покупать ей телефон. Купили Samsung A51. По-моему, так. Мне очень понравилось, как снимает этот телефон. Вообще, экран такой яркий, такой красочный. Я в восторге была. Честно, вот реально я вам говорю, когда у Шелли в жизни происходит что-то хорошее, я искренне за нее радуюсь. Вот абсолютно искренне вам говорю. Когда она устроилась на работу, у меня мама так радовалась, что вау, она нашла работу, классную. Как вы знаете, в бухгалтерии без опыта работы редко где берут. я считаю, что самое главное в друзьях это то, чтобы они умели радоваться вашим победам. И не завидовали. вот у вас что-то происходит и друзья прям радуются за вас. Какой салатик, я прям оторваться не могу, ребята. Вкусно. Ну, еще плюс посидели, покушали венские вафли с шоколадом. Короче, я вам влог снимал, вы все это увидите. Вот чувствуются, знаете, такие свежие огурчики. Мы пошли покупать телефон в то место, где работала раньше я. Я работала в магазине техники помощником директора. и сейчас там на моем месте работает уже другая девушка, очень красивая. Я хотела вам показать мое рабочее место, там снять влог и так далее. Но потом я подумала, что это будет очень неэтично. Сейчас же я там не работаю правильно снимать рабочее место другого человека уже. Это как-то как минимум некрасиво. Вот. Потом еще купил себе чехол. Вот такой вот. У меня наподобие был. Это просто в золотом оттенке. Он чем-то мне напоминает этот чехол. Расцветку iPhone XS Max. XS у него есть такой золотой, да? Орнамент. Красиво смотрится. Очень, очень. Так, приступаем к томбику. Ой, как пахнет, ребята. Так, иди ко мне, повернись ко мне передом, к ним, задом. И приступаем. Мне кажется, немножко недосолено. Мало соли. В общем, коллектив очень сильно поменялся с тех пор. Но я уже полтора года там не работаю. Можно сказать, 4-5 человек. В общем, из коллектива я знаю, а так нет. Все меня спрашивали, как у тебя дела, где работаешь? А я такая в строительной компании. Они сказали, что это за закономерность? После тебя на твоем месте работала другая девушка. И она тоже ушла. Буквально 3 месяца поработала и тоже ушла в строительную компанию. Потом была еще одна девушка. Она тоже в какую-то строительную компанию. Я говорю, что за закономерность? Слушайте. Вкусно. Очень приятно, что ты идешь на старое место работы свое. То есть, ты ушла с позитивом. и ты возвращаешься, улыбаешься, общаешься с этими людьми. И не просто общаешься, потому что, ну, как бы это так надо, как-то неудобно, а реально я была рада всех их там видеть. Посмотрела кондиционеры. Нужен кондиционер нам. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Как же вкусно! Еще мы походили по магазинам, пошопились, купили немножечко косметики, одежды. В общем, все увидите в сегодняшнем влоге. И когда мы выходили из дома, вообще прям ливень был. Прям как из ведра. А когда уже возвращались, все, ливень закончился. Вот насколько в жизни нам везет. вообще работа в магазине техники, она была достаточно сложная. Сложная в эмоциональном плане, потому что люди приходят со своими проблемами. У кого-то там кондиционер не так работает. У кого-то там, ну не знаю, любые проблемы, они приходят, тебе это предъявляют. Поэтому на самом деле было сложно работать. Вообще, я вам так скажу, любая работа, где ты контактируешь с людьми напрямую и с очень большим потоком людей, она сложная. проще работать в бухгалтерии, где-то с документами. Потому что все люди разного характера, разного восприятия мира, изменяются за выражение разного воспитания. И когда человек просто так приходит к тебе и начинает на тебя кричать, что у меня сломался пульт от телевизора, а на телевизор у нас гарантия, не знаю, год, почему он в течение шести месяцев этот пульт сломался, а ты говоришь о том, что, возможно, вы этот пульт уронили, а тебе говорят, докажи, что пульт уронил, или, например, человек неправильно обращался с техникой в результате чего так получилось, что она не работает, попробуй объяснить человеку такие моменты. Или очень часто было такое, что человек покупает какой-то телефон, пользуется им 14 дней, а по закону он имеет право его вернуть. в течение 14 дней он поцарапал этот телефон и потом уже хочет его вернуть. ты объясняешь, что вернуть можно, но только с уценкой, так как уже есть несколько царапин на телефоне, и вот, например, вы покупатель, вы идете в магазин, вы хотите купить телефон уже с царапинами. нет, поэтому мы не можем его как бы у вас взять. и вот в этот момент начинается самое интересное. Люди начинают предъявлять, что вот по закону я имею право и не со всеми можно найти общий дик. то есть в большинстве случаев крупные магазины они не виноваты. Бывают очень странные покупатели. вот. Или, например, был такой случай. Девушка пришла, купила айфон. Айфон открыли прямо при ней. Ну вот распаковали. Приходит она через неделю и говорит, мой друг говорит, что этот телефон когда-то кто-то пользовал до меня. и мы говорим, где доказательство? То есть его распаковали перед вашими глазами. Нет, он программист, он в этом всем разбирается. Вы мне продали телефон, который до этого кто-то использовал. Мы такие сидим, что делать? И девушка не уходит. Начинает предъявлять и говорит, поменяйте мне этот телефон. Я вам отдаю этот, вы мне даете новый. Я опять его распаковываю. Ты начинаешь объяснять. Докажите, что до этого ваш телефон использовался кем-то другим. Аргументов ноль. Но при этом человек с тобой ругается. Я очень любила свою работу, реально. Но вот эти вот моменты меня не очень устраивали. Какой вкусный томбик. Очень. Моя шея. Ухм. Ухм. Такое мясо, знаете, сочное внутри Я обычно всегда беру курицу Вообще, в любом случае Когда я сама что-то готовлю Или что-то покупаю в ресторанах Мне как-то вкуснее почему-то курица Все, ребята, я наелась, я больше не могу Как вы знаете, я хлеб не ем Вообще, в преобладающем большинстве Не ем здесь просто осталась корочка хлеба Которую я не хочу Было нереально вкусно, особенно салат Это просто произведение искусства Если вам понравилось это видео Обязательно ставьте лайки И подписывайтесь на мой канал Всех очень сильно люблю С вами была Эмили Пока